МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...копию документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства. Согласно действующему закону о миграции, это требование для иностранных граждан отсутствует. Должен ли работодатель требовать от работника документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства? Уважаемая Надежда, в рамках интеграционных объединений Республика Казахстан взаимодействует с государственными членами Евразийского экономического союза. С 1 января 2015 года вступил в силу договор о Евразийском экономическом союзе, государствами-членами которого являются Беларусь, Казахстан, Россия, Армения, Кыргызстан. Договор ЕАЭС создает условия для свободного передвижения четырех экономических благ – капитала, услуг, рабочей силы и товаров. В этой связи устранены все административные барьеры для передвижения рабочей силы. В вашем случае работодатель не вправе требовать документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства, либо временного проживания. Согласно статье 32 Трудового кодекса, при заключении трудового договора работодатель вправе требовать удостоверение личности или паспорт, в случае с иностранцами вид на жительство или удостоверение лица без гражданства. Также работодателю необходимо предоставить копию документа об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или профессиональной подготовки. При заключении трудового договора на работу требующие соответствующие знания, умения и навыки. Если работники имеют трудовой стаж, документ, подтверждающий трудовую деятельность, также предоставляется. В основной перечень документов при устройстве на работу также входит документ о прохождении предварительного медицинского освидетельствования. Редактор субтитров А.Семкин